Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греши. Номер 222. События дня. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится. Ибо с нами Бог. За 21 июля 2016 года. Далее. Откуда сейчас все гонения идут? Что от этой личности? То, что они сейчас делают, лагерь разрушают, уничтожают. Это враги государства и церкви православной. Так их называют в интернете. Я показываю, вы тормозните себе, спешите, кому что нужно, ознакомьтесь. Это не на нашем уровне сделано. Там ученые из разных стран мира выступают и понимают, кто такой Дворкин. Он напоролся на свое. Так их называют, кто такой Дворкин. Липовый профессор и шарлатан. Ну и срочные новости. Это уже были. Вчера мы сообщали. Вот за последний день, что у нас здесь было. Значит, они уже назначили суд сегодня. Ну тут получите это позднее. Что тут про это говорить. 22-го назначен суд на домножнодорожном районе. Пока по гражданской статье. Прилепить к тому, что община отвечала. А община никакого отношения не имеет к лагерю. Совершенно. Я создатель. Лично мой труд. 45 лет. Нынче 45 лет. Детей набираю сам. Снабжаю сам. Строительство. Там все братья мои делали отдельно. Приезжие люди и прочее. Но община вообще никакого не имеет значения. Но им выгодно прилепить на общину. Вместо одной тысячи штрафа 25. А у меня пенсия 6523 рубля. Будут снимать с пенсии. И это все дворкинское дело. Это все патриархийное свора. Это серьгианство в чистом виде. Он кому-то зло делает. Детям везти. Родители криком кричат сейчас. Дети живут в деревне. По домам. Не присылайте детей. Пусть у вас еще побудут. Одна в больнице лежит. Другая в командировке. Дома не могут принять. Ну то есть никак. И все равно я сегодня уже заговорился. Машина должна прийти. Вот через полтора часа. И детей отправляю сегодня. Если Господь благословит. Семь ребятишек отправлю. Останутся те, которых нельзя двигать. Из Канады, из Катеринбурга. У которых билеты уже куплены. На 30-е, там на 1-е августа. 30-е июля. Вот какие я места беру. Ну и вот так. Вот видите, какое я есть. Если как-то это может помочь. Из Хабаровска. Евгений Перфилев. Россия. Направлен премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву. И Путину. Дмитрий Анатольевич, помогите держаться там, в деревне Потеряевка Игнатию Лапкину. Игнатий Лапкин 45 лет содержит детский лагерь в деревне Потеряевка Алтайского края. На свои средства и средства, я еще даже не прочитал толком, средства, которые жертвуют его православные люди со всего света за огромную подвижническую православную просветительскую работу в крае России и за рубежами отчизны. Власти края в связи с изменившимися законами Российской Федерации хотят закрыть лагерь, вместо того, чтобы помочь обустроить его в соответствии со всеми новыми законами Российской Федерации. Эта петиция будет доставлена премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву и Путину Владимиру Владимировичу, президенту Российской Федерации. Вот сошлитесь на это, вот посмотрите тут как. И дальше вот как она идет, это найти, так она отмечена там. Такое вот зарядить, скопировать и толкнуть, там увидите все. Ну кто-то пишет, да, и сказать или написать-то нечего, это на мою как бы жалобу. А люди молятся в Санкт-Петербурге группа верующих, узнав про такую беду, хоть посмотрев ролики, не совсем согласны, но взяли на себя молитву круглосуточную. Это видимо не православные люди, они не согласны, но и понятно почему. Потому что у меня в лагере пятидесятники находятся, и я так догадываюсь, это община пятидесятников. И вот молятся с девятнадцатого июля, не прекращая, семья какая-нибудь, и к ней еще один-два человека, не из такой семьи, берут на себя молитву четыре часа беспрерывно. А за ними следующая группа, семья еще кто-нибудь. И так по кругу, с обеда где-то девятнадцатого числа, не прекращая ни на минуту, вот это да. Если это не православное, то тут что можно сказать, только поучиться, только благослови их Господи, благослови всех, приведи их по знанию полной истины. Другая группа сказали, что молятся и ложат по три тысячи поклонов, каждый день молитвенно. И третья группа также еще есть, но там точно не знаю как, с разных мест все люди. Ну сказали молятся в Канаде, в Австралии, в других странах. То есть, вот такое дело. Поблагодари, я пишу, всех-всех, это перед Богом, и мзда их не погибнет. Николай Склеренко, Австралия. Посмотрел вчера видео с вашим разговором с инспекторами. Кремень. Тонкое понимание и чувство правды и лжи. Игнатий Тихонович, Кремень. Нечего ездить по одному и тому же обвинению. Рассыплется их обвинение. Хотя им и будет дано побеждать, но все во славу Господню. Блюды себе. Вот этим все и сказано. Все вы говорили красиво, прямо и без преклонения перед ложью. Господь укрепи вас. Валентина Пивень, Украина. А то Австралия была. Много мира от Бога, Игнатий Тихонович, для вас. Вот я читаю сходу. Я не читал этого, не читал, даже не смотрел. Хорошее, плохое пишут. Я помещаю. Молилась и буду молиться, чтобы Бог во имя Иисуса Христа и на славу свою вступился за вас и ваше богоугодное дело, печься о детских душах и телах здесь, пока на земле. Чтобы Бог дал вам много мудрости свыше на это дело. И сам выставил всех своих ангелов вокруг вас и всех, кто с вами и за, на всех путях ваших, как и написано в Слое Божьем. Я все поняла из того, о чем вы написали. Происходящее сказать по-человечески для меня, как кошмарный сон, из которого хочется проснуться. Без слез считать нельзя, дорогая Валентина. А я там во всем этом кручусь. Детей везти нельзя без особых каких-то там устройств. Надо спецмашину. Родителей дома нету. И вот такое дело. Но сегодня вот жду машину, заказ сделал. А денег-то нету. Кто как, когда поможет. Да еще тут начало три пруда новых и один старый поднять еще. Только в этом сезоне мне открылась вся глубина значения жизни в вашем лагере Стане. Хотя ведь я знакома по видео со всей истории этого благословенного Бога Месса. И вашими трудами с давних времен. Каждое видео из Потеряевки из лагеря Стана я смотрела регулярно. Поэтому знаю все, что вы показывали. А показывали буквально все. Уточню, это был 45-й сезон работы православного трудового лагеря Стана. Нынче 45 лет будет. Ситуация для тех сейчас, с одной стороны, интересная. Они нечаянно заимели возможность пожить по домам настоящих православных христиан. Они более усердно молятся теперь после таких стрессов. Они более усиленно будут искать Бога в помощь. Но ясное дело, что сила ада в ярости. И все же всемогущий Бог удержал взрывы их ненависти, позволив, чтобы прошло крещение. Очевидно, что такой переворот лишил у общности детей быть вместе. И быть в вашем присутствии, когда несколько раз каждый день были общие молитвы. Ваше наставление, драгоценные уроки. Общее время провождения в труде и играх. Тут его слугам удалось победить, в кавычках, временно. Лагерь Стан это особенное место силы. Мир понимает такое выражение, ища место силы на иных местах. Я понимаю, что нет мощнее места силы, чем там, где сила Божья и его присутствие. А Бог был с вами на труде с детьми почти 45 лет в лагере Стане. Для меня это очевидно, нет никаких сомнений. Мне это явно понятно. Мне совершенно понятно, что это мохнатые руки МП. Вот это, что затеяли, все это от московской патриархии идет. От них. Это все открыто я показал, как Дворкин выступает, Роснадзор. Я не знал еще такой потребнадзор. Я просто не встречался с этим словом. Санэпидемстанция знала, они заменили. Слово потреб не могу перевести. То ли потребительские потребности у них такие, или потребно ко времени престол антихриста готовить. И у детей развезли, а лагерь-то живет за счет подсобного своего хозяйства тоже. И вчера мы пошли по домам просить их гостей, то есть наших лагерных, которые не лагерные уже, чтобы дали детей до обеда. Прополоть там морковь, капусту, огурцы, помидоры. И я к ним ходил, и будет ролик составлен. Сегодня отправляем детей, кроме пяти человек с воспитателем, Екатеринбург и Канада, потому что взяты билеты. И такое смешное человеческое понятие, что по земным законам надо искать защиту только у президента Путина. Одним из шагов может быть написание вами и подписание тысячами народа всех, кто за этот труд для лагеря детей. Называется петиция. Это по земному порядку. Если вас не в состоянии защитить высшая власть Алтайского края, обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину, будет самое то, что надо. И по небесному молитвы, шабошней чистой силой вахханали произвола, то, что творят они с лагерем станом детским, православным, христианским. Все другие свои эмоции я расскажу Богу. Когда я начинаю думать конкретно об случившемся, меня наполняет такое негодование, что хочется плюнуть между глаз каждому, кто стал участником этого беспредела. Или молиться до того, чтобы они все покаялись, как Саввл, который гнал верующих в Иисуса Христа. Буду благодарна по-человечески за всякую информацию о событиях. Пускай Божья сила сходит на вас, Игнатий Тихонович, каждый день и ночь, чтобы дела Божьи стали явными и для слепых. Во святое имя Иисуса Христа. Вот понимаете, это пишет не православное. Да кто ближе-то, как Дмитрий Смирнов, московский пресвитер, говорит, это мусульмане ближе ко Христу, чем православные. И православные первые примут антихриста, Осипов говорит. Что я сделал? Это, прикиньте, 45 лет. Это не два дня. Вы возьмите чужих детей и организуйте для них отдых, занятия, игры, исправления. От наркотиков сколько отстало? Сколько детей, которые впервые услышали о Боге. У меня были 50-ники, адвентисты, баптисты, цыгане, евреи. Кого только не было, из каких стран. Это единственный лагерь на весь Советский Союз был. Ну, 1972 года. Сами прикиньте. И ни рубля государство не дало. Ни рубля, кроме гонения. В 1998 году было 15 краевых комиссий. Я потом засчитаю. Это все в моей книге «Для слова Божия нет уз» на сайте. Там есть. Прочитайте «Для слова Божия нет уз». На наш сайт зайдите, я покажу. И там все это описано. Со ссылкой на документы, газеты, какая страница, какой номер. Валентина Пивень. Вопрос снят. Услышала. 44 года, в 2016 году, в лагере Стану детскому христианскому православу. 45, Валентина, 45. Знаете, Игнатий Тихонович, мне надо будет отвыкать от несказанного удовольствия душе моей. Каждый день я смотрела и слушала видео из лагеря. Как говорится, до меня дошло, что я буду лишена такой же дневной радости. И детская надежда, и вера в чудо. Буду молиться так, чтобы все восстановило, все, и прежнее состояние в лагере. Ну, мы молимся, Валентинушка, как будет. И дети, чтобы вернулись на свои места в лагере. Нет, уже ноги их там не будет. Как только разбежались, ночью будет показано, с постели поднятые дети бегут в степь. В ночь. Это надо довести до такого состояния. И будет выставлен ролик, как батюшка разговаривает по этой полиции. А они спят, приедут, здоровые, крепкие ребята. И он говорит, я уже вот 9 часов утра, я уже два раза промок от пота. А мне 72 года. Батюшки, а мне-то 77, он на 5 лет моложе меня. И они караулят сутками, сутками. Меняется вахта. Что? Достать адреса детей. Вот они как говорят, адреса достать. А по адресам сразу в прокуратуру. И работают с родителями, давят на них, угрожают на лжесвидетельство. И все стало как прежде. Если этого не случится, для меня будет знаком, что я недостаточно молилась. Мне несложно сказать, да будет воля твоя, даже и перекреститься. И поклониться. Но делают силы Божьи. И придет ли она на то место в лагерь и очистит порог, вход, на который становились ноги нечестивых. И откроются ворота для схода детей. Мы на это уже не идем. У нас слишком много другой уже работы. И мы не идем. Вот они закрыть, мы закрыли. То есть они детей не поймали. Полиция нам, в общем-то, зла не сделала. То есть один сказал, ну мы же не стреляем. Батюшка говорит, еще только не стреляете. Мы не стреляем. Это полицай говорит. Не стреляем. Видите, это заслуга их, что они ночью не стреляли по убегающим детям, пятилетним. Это вообще здорово. Не стреляли. Вот Россия, какое передовое государство, что по детям, полиция ночью еще не стреляет. В детском лагере. Повторяю, за 45 лет ни одного заболевания, ни одного отравления, ни одной гибели, ничего этого не было. Без помощи государства. Это пример. Им надо ехать и учиться. А они разбили бешеную бесовщину. Вот эта чертовщина продолжается уже 45 лет. И мы стоим, с нами Бог. И сейчас что они сделают? Ну меня посадят, сошлют на север к Вачкову. Ну дальше-то что сделают? Я едва хожу иногда, едва самое главное утром встать одеться для меня. Как повреждены руки, ноги. И ни один ребенок не знает, что у меня болит где. Никак. Как говорят, живая должна быть энергетика, энергия от человека. Сайт к истине, это из города Томска, Степаненко Максим. Это у него так называется, такой сайт. Он пишет. Добрый день. По новому ситуации с лагерем. По поводу. Часто мы сами даем повод нашим врагам глупостью или наивностью. Неправильно. У меня того и другого хватает. А еще говорят, простота хуже воровства. Видео с лагеря разумнее выкладывать осень. Ну ничего себе, Максим Валерьевич. Ну разве это можно? Живое должно выкладывать. Я и так с замедлением в неделю, я-то не ставлю. Тут нельзя закачку сделать. Нет этого. Я не могу. В деревне. Урок хороший. Выкладывают сразу в тот же день. Но я отсылаю. А уже в других городах, в других местах ставят. Я только замки снимаю с опозданием в 8-10 дней. Или как говорят, не говори в гоп, пока не перепрыгнешь. Ну я и не говорил. Я всегда говорю, как Богу угодно. А Богу угодно. Бог сделает так, как Ему угодно. Не советую выкладывать видео о конфликте. И вообще писать пока об этом. Вот совет. Рекомендую взять, закрыть для просмотра все видео с детьми, с лагеря в 2016 году. Все потом будет использовано против вас. Видите, какое мнение есть. Молчите, молчите. Это мне говорят, молчите. Дорогой Максим Валерьевич, я 53 года это слышу и не молчу. Если молчать, меня не будет. От меня Бог отступится, говорит Ян Златоустый. Если вы подадитесь на это. Сатана этого и добывается, чтобы вы молчали. Контакты только с родителями детей. Не давайте интервью журналистам по телефону. Даю, даю. Только в глаза. Просите потом, чтобы прислали болванку на северку ваших слов. Если не даст таких обещаний, отказывайтесь от интервью. Ну, я про себя говорю. Благодарю за наставление. Правильное наставление это. Для сохранения жизнешки своей. Жалкой. Моей. То есть я про себя говорю. Я и так не делаю. И не делал. И не буду делать. В газету, когда печатают, тогда я прошу этого, чтобы болванку дали сверить. А сейчас мне некогда этим болваном быть. Не говорите много. О! Журналист пишет статью на 3400 знаков. 4000 знаков. Только кратко и емко. И по сути, лить воду, увы, есть такое за вами. Ну, Бог, Господь сказал, говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. У меня не реки, моря текут. И так говорится, чтобы реки текли, моря надо выпить. Только кратко и емко. Не пускайте журналистов в лагерь. Я наоборот пускаю. Всем двери открыты. Везде, всегда. И в общину к нам. Поэтому мы другие, чем иные. Сайт тоже. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Вы получили сейчас мое сообщение в маере по поводу лагеря? Получил, дорогой Максим. Сейчас там изменился дизайн. У меня почему-то не показывается история переписки. Ну, благодарю. Но поступаю, конечно, я так, как я молюсь. Семикратно в день. И ночью. И поэтому я чувствую присутствие Божие. Присутствие Божие в том, чтобы... Иоанн Златоуст меня укрепляет. Не поддавайся. Не прогибайся. Если они тебе запрещают говорить, и ты сделаешь их по воле, Бог отвернется, и ты сразу поражен будешь. Не запретили мы вам говорить. А они и говорили. И говорили непрестанно на площадях. Я подражаю святым апостолам. Мне Дух Святой повелевает поступать так, как я поступаю. Галина Влеська. Так, Сергей Фофанов. Дорогой брат Игнатий, сочувствую и молюсь. Попробуйте обратиться всем миром с петицией по веб-адресу. Вот какой-то... Вот сюда. Очень многим уже помогло. Ну что это означает, я не знаю. Помогли. Ну помогите, если можете. Галина Влеська. Новокузнецк. Мир вам, братья, и благодать от Господа нашего Иисуса Христа да пребывает с вами. Молимся, конечно, по ситуации детского лагеря Стана. Обратите внимание на кадры вашего ролика того, где отсняты моменты взятия смывов на вашей кухне. Весьма интересно то, что это делает госорган с мощным нарушением. Первая тема в кадре. Взяв смывы с посуды в районе стола, что направо от входа, и перед тем, как штырь с ваткой погрузить в пробирку, работница госнадзора поцарапала у себя за ухом и потрогала этими сарапками в ватку и погрузила со своими сарапками в ватку в пробирку. Вот как люди смотрят внимательно. Второй кадр. У стола в районе холодильника после смыва с вашей посуды опять своими руками трогает ватку из пробирки и только затем втыкает ее в пробирку. Это грубейшее нарушение при заборе смывов и ясная улика, что госнадзор готовился и всем раздавались свои роли. Как врача такая техника забора мне глаза резонуло сразу же. Посмотрите сами и впредь не запускайте на свои объекты таких пройдок без своих профессионалов. Ну правильно все, ну не сделай этого. Пусть сделают, что хотят. Я запустил. Почему? Потому что эта комиссия была во имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Я открыл двери. Открыл. А до этого они повторно хотели, когда я запускал прокуратуру лагерь, они по этому же еще раз хотели проникнуть. Тут я не пустил, потому что они мошенничают. Посмотрите сами, впредь не запускайте на свои объекты таких пройдок без своих профессионалов. На наш дилетонизм все госорганы созданы без опытного адвоката, никаких словес. Чем могу помогая? А что, митрополит Барнуйский Сергий? Самое непонятное, что нет помощи от властей и разметать до пыли за горизонт первое. Вот он, кесарь, как себя проявил. Молиться не запрещают, молиться не запрещают в эти времена, и слава Богу. Видимо, молиться, мягкий знак здесь надо. Слепые, глухие, жестокосердные и безбожные пузыри лопнете ради Иисуса Христа. Общинные юристы помогут вам, Игнатий Тихонович, грамотно составить ответы и возражения на постановление госорганов. Вот правильно, что все важное заснято. Вот видите, теперь уже идет. А так я бы закулись наделал, уже пошли помощи. Бог да благословит всех вас, христиане алтайские. Что-то начало формы, не понимаю, о чем здесь. Михаил Кальмайер. Вот истинное лицо этой московской патриархии. Московской патриархии, видимо, здесь еще одно и должно быть. По сути, ничего не меняется. Какая она была при князьях и царях, такая же она и сегодня. Дух Иосифа Володского царствует в этом патриархате. Сообщил мне, не просим и молим Господа Иисуса Христа, не даст он восторжествовать сатане и его слугам. К сожалению, в его слуги записали священники. Без властей они ноль, но и властям они нужны дурачить народ. Спаси Христос вас, Игнатий Тихонович и всех, кто с вами помогает вам. Что-то начало формы, не пойму о чем. Я убираю тогда. Андрей Недоступ. Да благословит и укрепит вас Господь. Обязательно помолимся. Видимо, помолимся. Игнатий Давыдкин. Спаси Христос, Башкирия. Да пошлет Господь защиту и силы перетерпеть все. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Юрий Соболев. Псалом 96, 10. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, на правых сердцем веселья. Вот это слова вообще нужно просто выделить. Я их ставлю курсивом и выделяю красным светом. Да сохранит и убережет вас Господь и Бог наш Иисус Христос. Мы же пребываем в усиленной молитве. Константин Королев, Канада, его сын здесь. Игнатий Тихонович, я пытался вам дозвониться несколько раз и узнать обстановку, но никто не берет трубку. Как можно с вами связаться? Ну, уже связались. ЖДЭК Стране Чудес. Что это означает, не знаю. Доброе утро, Игнатий Тихонович. Я вконтакте напишу про вас в знак поддержки. Уголовное дело заводить. Чертовщина какая-то. Вас давно наградить нужно. Пример праведной жизни, воспитания детей. Это люди не только не наши, я даже не знаю, кто. Да, я все прочел, ясно, откуда ноги растут. Надеюсь, все же до этого дойдет. Всю неделю ваши ролики смотрю. Я знаю вас в года три, если не больше, пока не решаюсь что-то комментировать. Но, думаю, меня таки пробьет высказаться с Божьей помощью. Удачи вам, здоровья и понимания тех, кто при власти. А я бы не говорил этого, ну, что бы было. До осени. Да кому это нужно осенью-то? Осенью думает уже о заготовке на зиму. Отец Новоборщуков. Отец последнюю новость прочитал. Помоги вам, Господь, начал молитву за детей, за вашу команду, за тебя, за гонителей, чтобы Господь Господь их вразумел блаженные и изгнанные правды ради, ибо их есть царство небесное. Вот так. А это мой крестник, еврей, пришедший в православие здесь, и везде меня хрещит отцом. И когда бы не прибыл, во время литургии сразу ставит меня на слово, и перед народом общее собрание проводится. Отец, как ваши дела? Сохрани вас, Господь. Как он говорит, отец. Вот понятно? Это еврей. Не полукровка, чистопородный еврей. Родители в Израиле, на ум Израилевич. Вот отношения. Я пишу сегодня, то есть 22 июля 2016 года в Варнауле должен быть суд надо мною. Уголовную статью пока отодвинули, пока штраф на общину. А общину-то совершенно ни при чем. Лагерь Стан был и действовал 19 лет до создания регистрации в отделе естеств нашей Хрестово-Движенской общины. Я создатель лагеря Стана, и все тут мое. Но на меня максимальный штраф должен быть не выше 1 тысячи рублей. А если по общине, то 25 тысяч и более. А пенсия у меня 6523 рубля. 98 долларов на месяц. А они тут гуртовались уже столько времени и нужно их кормить этих. Как Петр Первый говорил, что на должность такую нужно ставить пузатую сволочь, самых наглых и беспринципных. И назначить им самую низкую зарплату. И эта банда сама себя прокормит, изрек он. Вот такое было мнение у императора России. Похоже, мало что изменилось. Вот такое дело. Ну и еще раз покажу наши ресурсы. Посмотрите, на этом все. Отхожу, уже пора встречать. Вот. Это первое, что по порядку. Мой мир. Мой мир. Мой мир. Вот. По нашей странице показать. Она не сразу выходит, но все равно вот она как выглядит. На второй там я с голубем, вот на эту тут можно писать. Вот петиция Медведева уже выставлена перфилиум с Хабаровска. Далее. Сокровище наш православный форум очень большой, очень подробный, важный. И скажу, что мало где такое есть. А далее у нас есть видеоканал. Ну там 5300 примерно роликов наших. И вот здесь если нажмете главное, главное внизу под фотографией, главная страница, то вы выйдете сразу на жития святых ежедневно ставиться. Это я насчитал еще до ареста. До ареста. И теперь добрый человек это выставляет. Жития на каждый день. В аудио. Вот здесь можете увидеть. Ну и сегодня что я тут выставил? вот пастухи вернулись 50 минут, дальше 16, вот считай час и дальше. Сейчас 3 минуты молитва русские бьют русских, 2 часа, ну кто это будет смотреть? Ну придет время будут смотреть. Ну и в общей сложности на 3 часа только сегодня выставил. Вот. А тут еще больше, даже больше 3 часов. ну и самое наиценнейшее у нас это наш православный библейский сайт во свете Библии. Вот он где. И здесь самое ценное не 50 книг, которые я насчитал в Златоусе, а вот вопросы и ответы. Здесь все. По всем 55 папок тем. Заходите сюда. Я на этом заканчиваю и отключаюсь. Мне нужно уже бежать. Благословен Господь.